Мы сегодня хотим поговорить о том, что происходило буквально на прошлой неделе в Германии, в Мюнхене. Туда выехала делегация Кировской области, были представители правительства и представители бизнеса. Это была бизнес-миссия, наша тема абсолютно. И в связи с этим мы, собственно, участников этой делегации, участников этой поездки пригласили в наш эфир. В первую часть мы пригласили одного из руководителей делегации, председателя правительства Кировской области, Александра Анатольевича Чурина. Добрый день, Александр Анатольевич. Добрый день. Для того, чтобы он рассказал в целом о концепции, для чего нужны подобные бизнес-миссии, какие еще предполагаются, какие уже были и как проходила вообще сама атмосфера. Сразу слово Александру Анатольевичу передадим. Александр Анатольевич, вот мы уже за эфиром начали с вами разговаривать о том, что бизнес-миссии – это вообще неотъемлемая, конечно, часть работы и правительства, и естественный бизнес-мэндов. Мы много тут говорим о том, что нужно выезжать, зачем это нужно, кому это нужно, как это организуется. И вы отметили одну, очень, на мой взгляд, существенную вещь. Мы об этом тоже говорили, когда вот к нам приезжал, помните, Ива Уахаси, и рассказывал о том, как важно понять ментальность своих партнеров и ментальность страны, с которой ты собираешься сотрудничать. Потому что страна от страны очень сильно отличается. У нас у русских своя особая ментальность, у японцев своя, у немцев, очевидно, своя. И вы сказали, что это очень важно знать, изнутри посмотреть, встретиться и понять их ожидания, их принципы работы. Потому что невозможно просто приехать с ярмаркой, и у тебя тут все скупили. Да, на самом деле, наверное, это и была одна из основных целей нашей поездки. Потому что важно вообще понять, а что ждет наших бизнесменов в Германии, и ждут ли их вообще там. Нужны ли они там со своей продукцией, и может ли эта продукция занять какое-то место на том огромном рынке, который представляет из себя Германия, Евросоюз и так далее. Вот здесь была, наверное, уникальная возможность, на мой взгляд, для наших предпринимателей пообщаться и с торгпрессом, с генконсульством. Они обладают очень большой информацией, они держат руку на пульсе вообще, и постоянно контактируют с представителями немецкого бизнеса. И поэтому мы четко для себя поняли, что немцы заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Несмотря на сложные времена, которые мы сейчас переживаем в наших отношениях с Евросоюзом, с Германией в том числе, они, несмотря на санкции, готовы работать, готовы сотрудничать, готовы развивать какие-то направления совместной работы, но они должны четко понимать, что немцам нужен проект. Немцы должны понимать, если они приходят сюда, создают какое-то совместное предприятие, развивают какой-то инвестиционный проект, они должны понимать, что они произведут, где они это реализуют, есть ли у нас такая компетенция и возможность вот это все организовать. С другой стороны, очень интересно для наших предпринимателей посмотреть, а как же развивается их бизнес, как развиваются их предприятия, что вообще происходит там, какая налоговая политика, какие преференции дает государство в поддержке бизнеса. Понимаете, тут ведь дорога-то с двухсторонним таким движением. Ну, то есть, не только вопрос приехать, продвинуть, продать свою продукцию, заключить договор, но еще и вопрос... Презентация региона. Естественно. Вот, подожди, презентация региона, это что касается там правительственных задач, я про бизнес хотела сказать, что еще и вопрос самосовершенствования, то есть, надо обучиться, надо, да, надо посмотреть... Надо дорасти до этого уровня. Дорасти до этого уровня, раз. А во-вторых, бизнес, сообщество еще ведь, безусловно, влияет и на экономическую, естественно, политику государства. У нас есть торгово-промышленная палата, у нас есть все органы власти, которые всегда ждут запросы от бизнеса, вот в части там, по праву по законодательству, например, усовершенствования какой-то там налоговой базы и так далее. Мы всегда должны смотреть на опыт ведущих экономик мировых для того, чтобы понимать, где у нас можно подкрутить, что у нас можно ввести, какую подкоренять. И все наше конкурентное преимущество, потому что бизнес пойдет, даже немецкий, туда, где ему созданы определенные условия, где он знает, что у него будет прибыль маржа гораздо выше, чем если бы он занимался этим в Германии. И вот мне интересно было бы услышать от Александра Анатольевича, как мы представляли Кировскую область, какие вещи мы доносили до предпринимателей немецких с точки зрения их заинтересованности работать здесь. Прежде всего мы вообще рассказали, что такое Кировская область, где она находится, и какие у нас есть естественные преимущества перед другими регионами Российской Федерации. Мы, естественно, говорим о том, что у нас уникальное местоположение, мы ограничим единственную область, которая ограничится девятью субъектами Российской Федерации. Это транспортные развязки, логистические развязки, это наличие промышленного потенциала, наличие кадрового потенциала, образовательного потенциала и так далее. Но прежде всего, когда Олег говорил сейчас о том, что немцы, да любые инвесторы, они приходят туда, где есть поддержка, наверное, для них даже это не самая главная поддержка. Для них самое главное понять, что здесь есть люди, обладающие определенной компетенцией, возможностью, видением рынка, знанием этого рынка, и самое главное пониманием, как и что они будут делать, совместно, несовместно и так далее. Если мы говорим о партнерских отношениях. Если мы говорим о размещении каких-то предприятий полностью под иностранным контролем, естественно, здесь нужно рассматривать и логистику, и обеспеченность энергоресурсами, доставку сырья, материалов и так далее, ну, масса вопросов, когда организуется бизнес, это все, в общем-то, все известно. Вот мне интересно, когда была подобная бизнес-миссия в Италию, там от Кировской области были и топили за нас еще и представители итальянского бизнеса, которые работают в территории. Это, наверное, самый лучший был бы аргумент и в данном случае, или у нас просто нет таких примеров. Ну, то есть, что Германии, представители немецкого бизнеса, которые здесь уже работают, говорили, ребята, давайте сюда, здесь безопасно, здесь условия, здесь... И, естественно, таких ярких примеров, как Пирель и Кань, со стороны немецкого бизнеса у нас здесь нет. Или, например, Икея, да? Или, да, да, как Икея, вот мы с ними встречались, разговаривали, и они... То же самое говорили, очень важны компетенции, понимания, перспективы. И здесь речь-то, может быть, даже о другом. У нас на сегодня Германия занимает четвертое место по товарообороту среди стран, торгующих с Кировской областью. И у нас цель, которую мы перед собой ставили, это все-таки расширение торгово-экономического сотрудничества между Германией и Кировской областью, показ тех возможностей, которые Кировская область может предоставить немецкому бизнесу. И наоборот, какие возможности может увидеть российский, кировский бизнес в Германии, на рынке Германии. Тут надо уточнить, что четвертое место, я вижу просто пресс-релиз правительства на сайте Кироврек, четвертое место после Бразилии, Ирландии и Бельгии. И основные экспортируемые товары у нас продукции химической отрасли, это понятно. Понятно, да. Изделия из древесины тоже понятно, да, и черные металлы. Ну вот наши столпы такие, только что молоко, мы туда не экспортируем, у них своего... Ну, потом все впереди. Хотя, кстати, почему бы и нет, действительно, да. Кто из бизнесменов заявился на эту бизнес-миссию? И с чем люди ехали? В этот раз мы заявились именно представителям среднего и малого бизнеса. Почему решили сделать акцент на среднем и малом бизнесе? Ну, потому что крупный бизнес, он более подготовлен для работы с иностранными партнерами. Многие предприятия уже экспортируют, давно экспортируют, имеют длительную историю взаимоотношений с зарубежными партнерами, и у них уже и наработанные контакты, наработанная программа реализации продукции. Нам все-таки более интересно вовлечь в эту работу именно средний и малый бизнес. Тот, который не имел опыта экспорта, не имел опыта реализации своей продукции за пределы страны. И поэтому в этой бизнес-миссии, когда приняли участие представители предприятий, таких как Лебяжский маслозавод, Торговый дом Устлюга, кстати, очень хорошее предприятие. Они будут у нас во втором часе, мы с ними поговорим. Я удивился, когда мы с ними общались, как ребята работают, с каким они азартом, таким хорошим азартом рассказывали о том, как они развиваются, что они делают. Мотивированные. Мотивированные, да, очень мотивированные. Можно сказать, что они делают? Производят. Ну, они производят. Я, по-любнику, понятно. А у Слюга, вот, очень на слуху. Да, они и мебель производят различную. Различные флюгеры, вот, такую, как раньше говорили, скобяная продукция такая, знаете, интересная. У них широкая номенклатура. Притом, я удивился объемом производительной продукции. Когда вы это делаете, когда вы успеваете. Такое хорошее промышленное производство. Ну, вот, правда, зайдешь на сайт УСлюги, мы смотрели, а нет, УСлюги у нас не будет сегодня, да? Ну, вот, зайдешь на сайт УСлюги, и, кажется, ну, такие простые, вроде бы, изделия, ну, очень простые. Стремянки. Да, и сайт, они скажут, что такое, прям, который говорит о том, что у них такие объемы. И, к сожалению, вот они не приехали с ними, не поговорим предметно. Ну, невецкий поляна. Ну, это удивительно, да, что вы говорите, что Молодцы, молодцы. Объемы, они торгуют в основном в России. Да. Но интересуются разогранным рынком. Да, да. Понятно, что сразу все не получится. Никто не ждет нас с распростертыми объятиями и говорит, наконец-то вы приехали, товарищи. Нет, этого нет. Долю на рынке нужно завоевать. И этот путь, он может быть долгим и тернистым, а может быть быстрым, в зависимости от того, что мы предложим. Может быть, попадут в тренд вот какой-то, да. Но, тем не менее, есть желание, а это самое главное. Мы знаем, что ездила туда еще компания МИКО. Мы ее пригласили, вот они точно будут у нас во втором часе после 12. Екатерина Матенцева придет. У МИКО уже есть связи с другими государствами. И Екатерина в краткой нашей беседе довольно восторженно рассказывала о поездке. Она сказала, в общем, комментарии, которые я читала. МИКО, которая туда поехала, на ваш взгляд, уже, вот вы говорите, нужно иметь компетенции, намерения, понимание развития. У них все это было? Я думаю, да, потому что они уже знают, что их продукция должна быть сертифицирована. Она должна соответствовать... Европейский сертификат. Европейский сертификат, да. Она должна соответствовать тем стандартам качества, которые приняты на европейском рынке. Они уже понимают, что востребовано покупателями, что востребовано потребителями на европейском рынке. И поэтому они, естественно, выглядели на голову выше, наверное, всех остальных. Здесь мы уже тоже посмотрели, и следующие бизнес-миссии, которые мы будем организовывать, мы ведь тоже учимся. Мы учимся все. Учится правительство, учатся наши предприниматели. Мы понимаем, как нужно правильно организовать презентации, как нужно обновить видеоряд, на чем сделать акцент. То есть, когда я говорил о том, что можно и поругать, я ведь прежде всего говорил о том, что можно поругать и нас. Где-то мы недоработали, где-то мы, может быть, неправильно заакцентировали внимание. Какая очевидная вещь для вас проявилась в этой поездке? Наверное, все-таки необходимо правильно организовывать стенды, чтобы привлечь внимание, прежде всего, потенциальных партнеров. Но стенды – это выставки. Ну, мы же там тоже выставлялись. То есть, мы не просто проводили бизнес-встречу с представителями бизнеса, мы в холле потом проводили и непосредственное общение, и представление тех предприятий, которые приехали вместе с нами. А помимо, Александр Анатольевич, помимо тех предприятий, которые непосредственно были, вы возили и презентовали еще другие возможности? Я имею в виду с точки зрения предприятий? Нет. Вот как раз надо сделать акцент в том числе и на этом. То есть, когда мы рассказываем об области, мы всегда акцентируем внимание на тех, в общем-то, общеизвестных фактах. А надо более широко, наверное, посмотреть на эту презентацию и показать, что у нас много еще чего интересного есть в области. И в части туризма, в части отдыха. Он, в принципе, сейчас в Европе востребован именно тот отдых, который был. Охота. Охота, да. И немцы к нам традиционно на охоту ездят, это уже известно. Да, ну, мы об этом говорили на самом деле, но надо немножко нам переформатировать свою презентацию. Вы отмечаете в своих комментариях по итогам поездки, что представители немецких компаний заинтересовались мерами поддержки для участников промышленных кластеров. Я сама хотела задать такой вопрос, потому что очевидно совершенно, что кластеры с налоговыми преференциями, которые там существуют... Кластеры или вот эти вот города, да, ТСР с как бы переживающим развитием? В комментариях промышленные кластеры упоминаются, но, тем не менее, в отношении промышленных кластеров также говорится о том, что есть преференции, да, некие участников промышленных кластеров, но ничего не мешает нам поговорить и про моногорода, и про промышленные парки. Вот на самом деле немцы были удивлены теми налоговыми преференциями, которые дает наше законодательство в части размещения новых производств на территориях, опережающих социальноэкономического развития, в моногородах и так далее. Ну, конечно, любое предприятие, зарегистрированное на этой территории, нет ограничений, потому что та налоговая нагрузка, которая есть в Германии, она, конечно, выше, чем даже на сегодняшний день нагрузка в Российской Федерации. Поэтому им это очень интересно. Да мы, кстати, и с Икеи это отмечали, со шведами, да. Ну, в Скандинавии вообще по налоговой нагрузке чемпионы. Да, там очень высокая. Когда они видят те налоги, которые платят наши предприятия, они говорят, у вас просто здесь, ну, наверное, можно очень хорошо работать. Поэтому мы это все рассказали. Мы рассказали о том, как организовать предприятия на территории, какие сразу же, это же автоматически получается, меры поддержки. Все налоговые преференции и так далее. Мы об этом очень подробно все рассказали. И тот интерес, который проявили немецкие партнеры, он, конечно, был значительный. Чем он выражался? Он выражался прямо вот в конкретике. Когда с кем общаться, с кем вести переговоры. Где эти входные ворота? Где эти входные ворота, да. Где это окно, куда нам постучаться и зайти. То есть окно у нас одно, это правительство Кировской области. Вот, кстати, интересно, из опыта в свое время, когда бизнес-новости победили в конкурсе, торгово-промышленная палата как лучшую издание экономическое, и у меня была возможность съездить в Турцию по линии торгово-промышленной палаты. Так вот, в Турции всеми внешнеэкономическими связями занимается не государство, занимается общественная организация, местная торгово-промышленная палата. Она двигает, она организует бизнес-миссии и так далее, и так далее. То есть немножко другой формат, это удачно. То есть посмотрите, как Турция и на рынок России, и на рынок других стран входит. Но у нас эта история не прижилась. Не прижилась. Может быть, это хорошо, я не знаю. То есть с точки зрения взаимодействия, налаживания таких контактов, у нас все-таки локомотивом пока является правительство. С точки зрения правительства это правильно. Нет, ну разные форматы работы, и одно другое может дополнять. Мы ведь не говорим о том, что мы хотим монополизировать внешнеэкономическую деятельность какую-то. Нет, мы говорим о том, что мы тоже работаем над этой тематикой совместно с другими общественными институтами, которые находятся у нас на территории области. Я думаю, это будет более правильно, чем выделять кого-то. Вы говорите о том, что разговор также шел и о кадрах. И вот сотрудничество в сфере экологии и сельского хозяйства, связанской государственной сельскохозяйственной академии, приводится в пример. Наверное, это очень важная история, действительно. Не знаю, не было же, наверное, представителей нашего опорного вуза на этой бизнес-миссии. Хотя подготовка кадров и стажировки, и сотрудничество, и обмен опытом, это, наверное, очень важно. Свет, такой амбассадор в Гятском госуниверситете. Нет, просто есть опорный вуз, да, положим. Он собрал под себя очень много. И наверняка он звучал тоже как кадровая кузница в презентации области. Мне просто интересно, почему вузы не поехали в эту бизнес-миссию, или это не для них она была предназначена? Любые, не важно, не только опорные. Ну, здесь, наверное, участие представителей высших учебных заведений было не предусмотрено, потому что всё-таки это была конкретно бизнес-миссия. Это именно промышленная такая миссия была. А что касается вообще образования, то это одна из основных тем, которую затрагивали немецкие партнёры. Всё-таки они об этом говорили. Нет, их интересует уровень образования в регионе. Кто здесь готовится, какие специальности, и на кого они могут рассчитывать в работе здесь. В случае, если они примут решение, да, надо же... Естественно, их ведь не привезёшь из-за границы. Всех не привезёшь. Поэтому очень внимательно всегда изучается образовательный потенциал региона. Это та точка, на которую сразу обращают внимание. Ну, это очень важно и интересно. А нам пока есть чем гордиться и чем хвастаться в этом вопросе. Первый вопрос был, в общем, он ушёл немножко у нас в конец. Вот такие бизнес-миссии, я правильно понимаю, что это, как бы, возможность для того, чтобы активизировать работу по национальным проектам. И, собственно, поэтому правительство впрягается, потому что это один из показателей деятельности правительства региона. И, ну, то есть, насколько это успешный инструмент как раз по вот этому одному из национальных проектов, поставленных президентом, по налаживанию... Ну, я бы, знаете, как сказал, вопрос не в национальных проектах. Перед нами, в общем, стоит задача развития экономики Кировской области. И здесь все инструменты хороши, если они приносят пользу. Поэтому вот такие бизнес-миссии, они важны. Важны прежде всего для нас, чтобы мы не варились в собственном соку, не изобретали велосипед по-новой, а уже могли познакомиться с инструментами, которые прошли апробацию, имеют какой-то результат. И самое-то интересное, понимаете, нам надо перескочить уже ступеньку, то есть не идти там, вот опять, проходить весь путь. Вот это, кстати, видно на примере мусороперерабатывающих заводов. Вот мы как раз с чем знакомились. И еще одна из основных наших задач была как раз получить опыт, посмотреть опыт Германии в вопросе переработки мусора. Именно посмотреть опыт или пригласить канал в точку зрения организации. Нет, нет, подождите, посмотреть, как у них организовано, какая компетенция у них сейчас есть и как они это делают. Вот это было очень интересно. Потому что очень же много вопросов в связи с мусорозжигательными заводами, что они наносят вред экологии, что они там грязные и так далее, что не надо их строить. Мы посмотрели своими глазами, что это такое. Мы отстали очень сильно. Мы отстали на 30-40 лет в этой отрасли. Например, тот самый венский завод, который Росрау приводит в качестве образца завода по работе с мусором, с опасными отходами первого и второго класса на каждом своем совещании. Напоминаю, что завтра будет большой круглый стол, организованный общественной палатой и правительством Росрау. Они говорят о том, что этот завод, который стоит в центре Вены, он совершенно безопасный, туда ходят экскурсии, и к нему нет никаких нареканий. Но в этой отрасли развивается 40 лет. Надо сразу сказать. А мы в этом году начали, и у нас разрыв 40 лет, а мусора мы накапливаем не меньше все это время. Это надо понимать. Там территория такая, что не закопаешь. Да, вот это нас подвело, конечно, долгое время. Но я бы не сказал, что мы отстали. Возможно, мы многое просто забыли. Что у нас было в нашей стране. Так свалки, они везде свалки есть, от этого тоже никуда не денешься. Все ведь не сожжешь, правильно, все не уничтожишь. Вопрос в другом. Они ведут эту работу планомерно, давно достаточно. Вот на том заводе, на котором мы были, он построен в 1991 году. Сейчас уже заводы другого поколения. Но, тем не менее, этот завод, он постоянно модернизируется. Это фактические электростанции, или это завод и сортировка, и затем уже... Там работает система. Есть сортировочные станции, где осуществляется сортировка мусора, формирование специальных составов. Кстати, они пользуются железной дорогой для перевозки мусора. Там, где это возможно, естественно. Где это невозможно, уже ходят специальные фуры. Притом у них перевозка мусора осуществляется в таких контейнерах, которые унифицированы как для железнодорожных перевозок, так и для перевозок автомобильным транспортом. Почему это делается даже внутри города? Внутри города. Не было никаких ни запахов, ни вытопов, ни выбросов. На самом деле, прям таких запахов нет. Мусора нет, чаек над мусороссортировочными станциями мы тоже не заметили. Всё достаточно компактно, занимает не очень большую территорию и работает достаточно в спокойном таком режиме, всё налажено. Это мусороперерабатывающее предприятие Макс Ашер, на которое вы ездили, оно находится в самом городе или где-то за его пределами? Оно находится за пределами, порядка 100 километров от Мюнхена, рядом, кстати, с химическим производством. Туда отпускают электричество? Нет, они вырабатывают пар и поставляют этот пар на химическое производство и вырабатывают ещё электричество. Электричество они вырабатывают намного меньше, чем пар, потому что основная продукция, которую потребляет химическое производство, это пар. В случае, если им было нужное электричество, они вырабатывали электричество. Поэтому, в принципе, тут, если размещать такое производство, надо понимать, а куда ты будешь поставлять ту продукцию, которая вырабатывает это производство. Да, потому что очень много тепловой энергии вырабатывается, которая может переходить в электрическую энергию. И ты либо должен её охлаждать, либо освещать, например, посёлок. Или рядом с такими производствами стоят большие тепличные комплексы, потому что пар, он фактически получается дешёвый, и можно развивать в том числе и тепличное хозяйство рядом. — Помнишь, как на химкомбинате в своё время тоже показывали на экскурсиях в Кирово-Чепецке, что тоже вырабатываемая тепловая энергия, которая получается в процессе работы, они её пускали на теплицу, прямо на территории? — Ну, в Кирове такой же пример был. — Да, компания «Теплёс» в Коме, тепличное хозяйство. — Слушайте, мы что про Коме говорим? — Строить сейчас? — ТЭЦ-4, рядом был тепличный комплекс, огромный тепличный комплекс, и мы все помним, как в советское время эти огурцы и помидоры и так далее, что там выращивали. И это всё было. Понимаете, мы снова возвращаемся к тому, что мы, в общем-то, порушили своё время, а сейчас надо воссоздавать заново. Только давайте воссоздавать уже на другом технологическом уровне, на других экономических принципах. — А тогда вопрос, а вообще возможно ли там мусоросжигание потенциально... — Это мусоросжигание, это всё-таки мусоросжигание? — Мусоросжигание, да, мусоросжигатель. — Там, я просто по Кернинскому уровню не думаю, что сильно Макс Айхер отличается технология, сжигается только сухой мусор, а всё, что возможно, вся органика, она идёт в компост? — Нет, это органика, это уже, я же говорю, ассортировки, то есть это ассортироваться на начальном этапе, затем уже твёрдые бытовые отходы, они отправляются через мусоросжигание станции на мусоросжигательный завод, где происходит их, скажем так, утилизация. — Естественно, что там остаются определённые шлаки и так далее, вот это захоранивается, но это уже не такие объёмы получаются. Система фильтрации очень серьёзная стоит на заводе, при том мы спросили, как часто вы меняете фильтры, раз в 25 лет они поменяли фильтры, а так они чистят их. — Я думала, что в этом проблема, что фильтры дорогие, требуются часто менять, поэтому у нас не ставят некоторые предприятия. — Там просто 7-8, я не знаю, сколько ступеней фильтрации. — Там сложная такая система зажигания этого мусора и так далее, вот. Но тут вопрос такой, что мы-то начали свою реформу чистоты полгода назад. Понятно, что есть и организационные проблемы, есть понятийные проблемы. Они уже, правильно, как уже здесь было сказано, 40 лет этим занимаются. Поэтому нам сейчас нужно посмотреть тот опыт, изучить тот опыт, который есть уже в передовых странах, чтобы затем у нас, чтобы не проходить вот эту дорожку длиной в 40 лет. — Объединение, что касается Германии, вот и работы с мусором, я знаю, просто общалась тоже с представителями Германии и наших людей, которые там работают, с нашими людьми, которые там работают. — Они говорят, что после объединения двух Германий, в общем, ФРГ действительно были поражены тому, в каком состоянии находится мусор на территории ГДР. Сильно отставали по этому вопросу. И только сейчас, спустя вот несколько десятков лет, только сейчас приходят к нормативу практически западной Германии, вот восточная ее часть. Только сейчас, потому что надо было поднимать все свалки, их рекультивировать, перерабатывать и так далее. То есть это тоже надо учитывать, просто этот большой груз, который у нас накоплен, накоплен. — Ну, нам придется пройти этот тоже, пройти этот путь, проделать эту работу, потому что если мы хотим жить в чистой стране, видеть чистые реки, чистые поля и леса, но опять же начинать надо с себя. Ведь там, понимаете, вот этот путь мы видели только конечный этап, а начинается-то он с бочков у дома, где идет раздельный сбор мусора. Никто же не выбрасывает в поля и в леса мусор, как вот у нас, пройти вокруг города Кирова. То есть это же начинается, надо начинать это с себя. — Вот, а еще очень важный вопрос по поводу мусоросжигания, потому что в России есть такая пугалка, действительно, да, о том, что мусоросжигающий завод, это такой крематорий страшный, со страшными последствиями, в том, что такие ассоциации всегда приводятся, что-нибудь пострашнее. — Ну, там первый аргумент, это то, что диоксины очень вредные, они будут... — Вот, смотрите. — Вот, и здесь вот это очень важно сказать, а с другой стороны, вот материалы, которые я тоже читала, потому что у нас идет вопрос по Морадыкова, говорят о том, что на Западе, в развитых странах, где вот эта реформа 30-40 лет уже действует, основная нагрузка практически, ну, почти 99%, это все-таки мусоросжигание, современные технологии мусоросжигания. Нет заводов, которые вот берут, даже как в Японии, 22 там фракции, или сколько их там, 30, я не знаю, и все прям перерабатывают в ноль. Все равно основной объем сжигается, и, кстати, я слышала, что в... читала, что в Германии опасные отходы, вот химические, которые невозможно вернуть, например, в... — Привозданность. — ...хозяйственную деятельность в том смысле, чтобы из нее какое-то изделие сделать, но вот эта нейтральная субстанция, которая в итоге мусоросжигания получается, ее используют как одну из частей по строительству дорог, то есть в строительстве дорог используют. — В том числе. Мы как раз особое внимание попросили акцентировать на экологическом контроле. Посмотрели лабораторию экологического контроля, посты экологического контроля вокруг предприятия, они там, у них датчики размещены прямо в рамках санитарной зоны. И самое удивительное, знаете, что вот у них по 15, по-моему, они различным вредным веществам смотрят выбросы. 100% заданный вариант, который разрешает допустимый вариант, предельно допустимая концентрация ПДК вот эти, да, у них самая наибольшая величина это где-то процентов 15-16. Притом она... — От ПДК. — От ПДК, да. Она по годам снижается. Мы спросили, с чем это связано. Они честно ответили, мы учимся работать, правильно подбираем режимы и так далее. И вот сейчас происходит такое снижение. То есть нагрузка на экологию, вредная нагрузка на экологию, она с каждым годом минимизируется. Надо понимать, что она все равно есть. Но в наших силах ее сминимизировать. В любом случае это будет меньшая нагрузка, чем просто горы мусора, которые лежат, занимая огромную площадь, огромную территорию. И выделяют эти же токсические вещества, только их уже там никто не контролирует. — Ну, на ПДК на передовых мусоросжигающих заводах той же Европы, они значительно меньше, чем ПДК по вредным веществам в самом городе. Это факт очевидный, потому что действительно большое количество датчиков, контролирующих систем, органов и так далее. Вот, кстати, очень хороший вопрос насчет контроля. Вот Олег сказал про общественный контроль. Я не знаю, как в Германии выстроен общественный контроль. Вообще без понятия. Может быть, вот сейчас Росрау организует выезд общественников в Вену, например, и не поймут это. Но у нас говорят о том, что должна быть комиссия, например, по научной, которая будет контролировать. Само предприятие должно как-то контролировать. И все-таки как там устроено вот на этом заводе? Вот это все муниципальное. Это муниципальное предприятие. Все контролирует коммуна. Все. Вот про комиссии, про общественников мы там, честно говоря, не слышали. Но коммуна это и есть общественные. Да, это и есть общественные. Они там живут, они принимают решения. Это предприятие находится в муниципальной собственности, в собственности земли, и поэтому контролирует их местная власть. Вот и все. У меня вопрос еще. Преференции все равно, это как бы, ну, все, что касается там передовых технологий в экологии, это стоит урага. Даже не преференции, а субсидирование со стороны государства на строительство таких мусоросортировочных комплексов, оно предусматривается и на дальнейшие там деятельности. То есть на какие деньги коммуна строила и содержит? Да, наверняка нет. Нет, естественно, у них есть программа субсидирования, именно чистой энергетики, экологичной энергетики. У них очень серьезные программы, которые... Государство вкладывается именно в развитие вот этой энергетики. Так у нас ведь тоже такие же программы есть. У нас же тоже государство вкладывается. Государство развивает эту тематику. Вот эта история про то, что муниципалитет решает сам, она очень интересная. К сожалению, не вошла в наши эфиры, но когда нам приезжал торпред России в Швецию, вот как раз и киевский был опыт, он рассказывал о том, как организована мусоросортировка, сбор, прием мусора в Швеции. Вот этот миф о том, что Швеция закупает мусор, пытался он развеять. И он сказал, да, каждый муниципалитет сам решает, во-первых, где строить полигон, полигоны есть, где строить мусоросжигание, мусоросортировку, муниципалитет решает. И по какой цене принимать мусор? Нет, у нас... Каждый муниципалитет решает сам. Чисто теоретически у нас точно так же. И цена в Швеции просто на прием этого мусора бывает значительно ниже, чем в соседних странах, а поскольку граница открытая, логистическая причина не такая, как у нас, то выгоднее возить вот туда. Но муниципалитет решает сам, например, в том числе и на сколько фракций сортировать. В каком-то есть три всего обычных, а в каком-то больше. Ну, нужно отметить вот что. Рентабельно строить такой мусоросжигательный завод, когда у тебя есть определенный объем мусора вообще. То есть в Баварии это 260 тысяч тонн в год. А вот про Кёльн, про который мы говорили, там 700 тысяч. Там более мощные заводы. Нижняя планка рентабельности этого завода 200 тысяч в год. Да. Будет ли еще, последний самый вопрос, будут ли еще подобные бизнес-миссии, куда либо немцы приедут к нам сюда. Нет, естественно, немцы приедут. Мы уже начали работать по тематике мусора с ними. Дальше у нас запланированы еще бизнес-миссии, в том числе и в Турцию. Ну и в другие страны Евросоюза, Азии в рамках, в Китай, в рамках Волга, Инзы. Поэтому у нас такая достаточно насыщенная. Но я думаю, что мы сейчас подготовимся, возьмем исходные данные, ну, чтобы было о чем разговаривать. И на осень запланируем такой визит к нам сюда, чтобы они приехали. Они приедут по приглашению правительства Кировской области. Да, по приглашению правительства Кировской области. Спасибо большое. Александр Чурин был в первом части нашего разворота на бизнес. Спасибо.